Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, конечно Ну что, это тоже к этому же относится К моему высказыванию То есть Это я не знаю, это просто безбожники Одним словом я их могу назвать Подлые безбожники, их не назовешь Военными, нас когда учили Военному делу Наш командир Ходоковский Впервые рассказывал Как себя ведет настоящий военный Как себя ведет офицер То есть Если человек безоружный Если человек против тебя Не выдвигает никакую агрессию То есть Мы даже не пользуемся Автомат сзади После этого Как Первый мир Пасхи вы видел То же самое Или больше Или меньше Обстрелов Ну, знаете Вот именно В сам день Пасхи Да, было тихо Вот Ну, опять же Хватало этих придурков Которые стреляли Там Вот Ну, буквально После полуночи После 12 Начались жесткие обстрелы Мне кажется Еще пуще прежнего Началось То есть Они Не знаю Для чего это Все делается Это, мне кажется Бессмыслица полная Я вот смотрю Ихние рубрики Сводки Да, там Как они там Рассказывают Вот Мы там Только отвечаем На На ихний огонь Там Пытаемся подавить Мы там Куда-то лезем на них Мы на них наступаем Ну, такой бред Вообще Это у людей В голове Тараканы ползают Я представляю Это тупо одна большая секта А не Украина То есть Что у них в головах творится Я тоже Не могу себе представить Ну, то есть Это полная информационная блокада И у них там Какое-то свое Ну, это где слыхано Официально признать Сатанизм В государстве Это просто полный бред Ну, какой-то До Пасхи говорить Есть среди них Конечно Там люди Есть там Военные Настоящие Там Которые как-то пытаются Вспомнить Что такое честь Там Честь офицера Но в основном Одни придурки Которых надо зачистить И вообще Им не жить на земле Я считаю Что пока существуют Такие подлые убийцы В нашем обществе У нас не будет Ни мира Ни порядка Ничего В украинские СМИ Они пишут Что мы очень много Стрелаем Ну, их позиции И так далее Что был один день Они писали Что мы стрелали Как 64 раз Их позиции И так далее Мы не можем Мы не можем Открывать огонь Потому что Мы под полным контролем Как говорится Ну, допустим Наоборот Мы переживаем Даже вот С ДФС Вот эта вот Ситуация Да Что сейчас Как раз Начался промежуток Времени Окно Как говорится Да Кого мы ждем Белые каски Которые хлор Должен вывезти Да Да Ну, компания Должна вывезти хлор Которые еще Не вывезли Они оттуда Якобы То есть, соответственно Мы, чтобы не сотворить Экологическую катастрофу Не можем работать А у них там Отличнейшие бункера Там Укрепы Которые они сейчас Уже заняли Я более чем уверен И вот Горловское направление Может сейчас Подвергнуться Арт-обстрелу На что отвечать Мы не сможем Вообще А учитывая Ихнюю позицию Вот это вот Бессмысленных Убийств Подлости У них позиция Очень близкая ДФС Ну, да У них практически Они заняли Я же говорю Бункера Те, которые находятся Прилежащие Сколько метров Они от ДФС Сколько метров Ну, я не знаю У нас там позиции нету Конкретно Сколько метров Ну, я думаю Практически Вплотную Как вы думаете Что будет Будущее Украине Как что Украине Как будет Будущее Будущее Какое В Украине Да Ой Мы на самом деле Тяжело представить Ждем выборов У них Вообще Что у них будет После выборов Знаете Хотя мы ждали Выборов И в Соединенных Штатах Америки Там, да Трамп Трамп Ну, опять же Это показатель того Что Трамп И первое лицо Фигура страны Ничего не решает Ну, решает Там Общество Которое его выдвигает Которое его ставит Перемен никаких Как они подло Там Взять Сирию Даже, да Ну, все больше И больше Открывается Правда Что за всем Стоит Соединенные Штаты То есть За всеми Вот этими Страшными Убийствами Терроризмом За всем Самым плохим И темным То есть Торговля оружием Торговля Наркотиками Торговля Людьми Там За всем Стоит Соединенные Штаты То есть Они пополняют Свои ресурсы И свой бюджет С помощью Вот этих Вот Гнусных Систем Я же говорю Продажа оружия Наркотики Там Проституция Продажа людей Вот И Они Не позволят Открыться Этим тайнам Поэтому Они Пойдут Войной До последнего Они будут Удерживать Так Чтобы Происходили Военные действия Потому Что В 90 Году Украина Должна Как Отдать Деньги Все Ну Да И так далее И Будет Как Закончится Контракт Газпром Автогаз Вот Как вы думаете Что будет Что будет Как коллапс Что будет Я вообще Рассчитываю На то Что Все таки В мировом Сообществе Есть Адекватные Люди Которые Поставят Все таки Человека Который Будет Уже В виде Рыцаря Который Наладит Отношения С Россией Наладит Отношения С нами То есть Тут С Юго-Востоком И То есть В его лице Начнется Вот это Вот Мир Как бы Творится И Каким образом Они Искоренят Этот фашизм Эти группировки Правого сектора Азова Куда они Их Отправят На Польшу Или Все таки Все тут Решится На поле Боя Ну то есть Зачистить Их придется Но в обществе Им однозначно Делать нечего Но опять же Украины Шанс один Я надеюсь Рассчитываю Что Их новый Президент Никак не Порошенко Не в лице Порошенко Наладит Отношения Сначала С Россией То есть Россией Будут требования Соответственно То есть Чтобы порядок Установить На Донбассе Все вот эти Внешнеэкономические Отношения Начиная От газа Заканчивая Евросоюзом Чтобы они Это все Урегулировали У себя По-любому Отсолить Не надо Быть Картошка Загорет Наход Шоц 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 Шоц